Родственники Виталия Макосеева до сих пор не придут в себя. В руках у гражданской жены справка о смерти и фотография скоропостижно скончавшегося главы семьи. А ведь ничего не предвещало беды. 30 апреля он вместе с 15-летним сыном Иваном на велосипедах отправился в супермаркет замороженным. До продуктового магазина не доехали, говорит подросток. За несколько сотен метров папе стало плохо. Остановились. Он сел, я держал велики. После этого ему стало полегче, мы чуть-чуть прошли. Ему опять стало плохо. Он сказал, что у него давило на грудь и тяжело было дышать. Подросток вызвал скорую. Параллельно сообщил о случившемся маме. Через полчаса гражданская жена и медики были на месте. Что происходило внутри кареты скорой помощи, родные Виталия могут только предполагать. Помощь отцу троих детей оказывали за закрытыми дверями. По всей видимости, сделали укол, чтобы сбить давление, а также кардиограмму, говорит гражданская супруга. После этого врачи сообщили, что мужчина может продолжать двигаться по намеченному маршруту. И врач, который постарше сидевший на переднем месте, сказал, садись на велосипед, потихонечку езди, сходи к терапевту. И вообще надо больше спортом заниматься. Они мне дали явно понять, что он здоров, что они ему сбили давление, и дальше он уже самостоятельно может передвигаться. После этого жена с сыном поехали на велосипедах домой, а глава семьи продолжил путь в супермаркет, до которого оставалось несколько сотен метров. Виталий Макосеев умер при входе в магазин. Пока охранники звонили в скорую, одна из посетительниц пыталась реанимировать мужчину. Когда туда подошли наши сотрудники, там уже оказывали помощь. Там был человек, женщина была, она медиком была. Она делала ему массаж сердцем. Искусственное, да? Непрямой массаж сердца. Скорая, когда приехала, они уже смерть констатировали. О смерти Виталия гражданской супруге сообщили полицейские. Они же рассказали еще одну интересную деталь. В документах у отца троих детей стражи порядка обнаружили кусок кардиограммы. Ее положили туда медики, приезжавшие на первый вызов. Так вот, по ней было понятно, что мужчина явно нездоров, говорит Анна Титова. Домой, когда пришла ко мне полиция, спросили, говорит, вы знаете, от чего он умер? Я говорю, нет, говорю. Там то ли инфаркт, то ли инсульт. То, что в кардиограмме все было четко и ясно, что у него инфаркт там. Это полиция сказала? Полиция мне так сказали. В департаменте здравоохранения нам сообщили, что по данному случаю проводится проверка. Какие-либо комментарии руководство ведомства готово дать только после изучения документов. В настоящее время департамент здравоохранения проводит служебное расследование. Предоставлена карта вызова бригады скорой медицинской помощи, а также объяснительные медицинских работников. Кроме того, мы запросили соответствующую информацию в бюро судебно-медицинской экспертизы, лечебных учреждениях и страховых компаниях. Мы связались с руководителем станции скорой помощи. Сергей Кулебаба сообщил, что находится в командировке. Он выслушал историю смерти Виталия Макосеева. Также мы сообщили, что родственники умершего обвиняют в халатности именно медицинскую бригаду, которая оказывала ему помощь на подъезде к супермаркету. Никаких слов сочувствия мы не услышали. Более того, Кулебаба, будучи представителем самой гуманной профессии, вдруг назвался именем человека, который в истории ассоциируется с палачом. Что касается умершего Виталия Макосеева, то в справке, которую выдали гражданской жене, причина смерти супруга не указана. В полиции пояснили, что результаты судебно-медицинской экспертизы будут не ранее, чем через месяц. Согласно им и медики, и стражи порядка будут делать дальнейшие выводы.